В пляс спускаются все от мала до велика. Веселыми гуляниями встретили Масленицу в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Хороводы, задорные игры, русские народные песни никого не оставили равнодушными. Очень замечательный ансамбль, потрясающий. Такой заряд бодрости нам дает. Прям пляс хочется плясать. И естественно праздновать. Масленица испокон веков на Руси считалась самым главным праздником. Конец зимы, начало весны. Самый прекрасный праздник. Прекрасно все организовано. Мы очень довольны. Такие молодцы. И угощение, и веселье, и радость. Спасибо большое. Для самых маленьких посетителей парка увлекательный квест «Блинные сказки». Ребятам рассказали об истории праздника, научили подбирать продукты для приготовления блинов. Дети узнали, как звучит слово «мама» на разных языках. И какие птицы совсем скоро прилетят к нам из теплых стран. Как здорово, что все на свете знать невозможно, потому что так интересно открывать что-то новое. И сегодня у нас было очень много открытий. Новые друзья, новые лица, новые знания. И какая же масленица без блинов? Их секрет вовсе не в фирменном рецепте теста, говорят знатоки. Главное – сковорода. На блинице совсем вкус другой получается. Они больше пропекаются, само тесто больше хрустящее получается. А вот начинку можно добавлять по вкусу абсолютно любую. Семгу, икру, мясо, творог и, конечно же, варенье, сгущенка и нутелла. Радость для маленьких сладкоежек. Я поел там блинашу, просто блин, ну, с нутеллой и сгущенкой. А я люблю марину с чайом. Я люблю гуёбку. Я гуец. А блины какие любишь? С чем? С гущёнкой. Концертная программа на Лазутинке продолжалась до самого вечера. Говорят, чем веселее встретить масленицу, тем быстрее придёт весна. Уставшие от зимы жители верят, что она будет тёплой и солнечной. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.